В этом видео я хочу рассказать более детально о плагине поиска в Elementor Pro, о том, как он работает, как его настроить и о результате выдачи поиска, то есть результат того, что человек ищет на вашем сайте. Так как здесь есть свои нюансы, например, как сделать так, чтобы здесь тоже отображалась специально заготовленная красивая страница, то есть это результаты поиска, и как скрыть те страницы, чтобы не попадали в результат поиска. Это тоже важно, например, там страница «Политика конфиденциальности» или еще какая-то страница у нас, чтобы не вылазила в поиске. Отдельно про это поговорим. Меня зовут Федор Васильев. Прежде чем мы приступим изучать плагин поиска и все, что с этим связано, для тех, кто не знает, давайте поговорим про обновления вообще на WordPress. В данном случае мы занимаемся сейчас Elementor Pro и все, что с этим связано. Давайте посмотрим. Не всегда WordPress может показать, что есть какое-то обновление. Вы помните, буквально в видео назад я столкнулся с тем, что у меня не переведено многое на русский язык, хотя раньше это было переведено. Мы можем не дожидаться, когда у нас WordPress покажет, что нас что-то обновил. В данном случае вы видите, что у меня есть какие-то обновления. Но на самом деле их не было видно, пока я сам не нажал на кнопку «Как проверить обновление». То есть вы нажимаете «Консоль», дальше переходите «Обновление». WordPress вам может ничего здесь не показать, хотя в данном случае мне показано, что у меня уже устаревший Elementor, уже 272. А самое главное, то что переводы мне нужны, и здесь есть переводы. На самом деле, если здесь у вас ничего не покажет, пробуйте нажать на кнопку «Проверить снова». Несколько раз даже нажмите, если с первого раза вам тут не покажет ничего. У меня буквально на второе нажатие этой кнопки сразу показалось, что у меня и Elementor обновился, и переводы. Поэтому сначала я обновляю Elementor. Обновление плагина Elementor Pro. Обновления успешно завершены. Дальше я перехожу на ссылку вот здесь вот обновления. Разберемся с переводами. Переводы. Обновить переводы. Видите, обновление перевода для Elementor Pro. Переводы успешно обновлены. Теперь давайте посмотрим. Я перейду страницы. Перейду, например, редактировать в Elementor главной страницы. И вот где у меня идет раздел Pro. У меня здесь было все на английском языке. Сейчас все нормально, все на русском. Я считаю, прежде чем проверять, как работает поиск, нам нужно хотя бы несколько статей создать. Скорее всего, вы уже создали какие-то статьи. И с этим связанная информация также хочу поговорить. Из названия ролика понятно, что здесь еще речь пройдет про Гутенберг. Давайте несколько слов об этом. Почему сейчас об этом я говорю? Потому что как раз таки это связано, чтобы проверить, как работает поиск. Нужно, чтобы он хоть что-то нашел. А чтобы он хоть что-то нашел, нужны статьи. То есть обычно это ищут какие-то статьи на сайте. А статьи пишутся у нас, используя редактор. Но не так давно, с выходом версии 5 WordPress, все глобально изменилось. И появился новый редактор, построитель контента под названием Гутенберг. О чем я говорю? Смотрите, я перехожу в записи. Например, добавить новую запись. Ну, запись это по сути статья. И здесь у нас люди разделились на два лагеря. Те, кто давно работают с WordPress, например, уже несколько лет, там 5-10 лет, привыкшие к стандартному редактору. Стандартный редактор был, ну, как бы как везде. Такие кнопочки наверху, да, сделать текст жирным и так далее. Гутенберг. Что это такое? По сути, это то же самое, как Elementor, только менее функциональный. И Гутенберг, он именно конструктор самой статьи, внутри статьи. Мне он тоже не нравится. Я думаю, что, возможно, это дело привычки. Но мне он как бы не особо зашел, поэтому я бы предпочтение отдал старому редактору. Но так уж повелось, что в самом WordPress нет переключателя, чтобы переключиться на старый редактор. Поэтому я покажу в этом видео волшебный бесплатный плагин, который позволяет переключиться очень быстро на старый редактор. Тем, кто хочет пользоваться Гутенберг, вы просто этот плагин не ставите и создаете страницы с использованием Гутенберга на ваше усмотрение. А те, кто предпочитает классический вариант редактора, смотрим, что за плагин я хочу вам показать. По поводу совместимости Гутенберга с шаблоном, с темой Hello, совместимости с плагином Elementor. Ничего не могу сказать, надо смотреть, тестировать, потому что я тоже Гутенберг не люблю, не пользуюсь им. И с классическим редактором мне более надежно, комфортно и так далее. Переходим с вами в плагины, добавить новый. Супер плагин называется Classic Editor. В поле поиска я ввожу название его вот здесь. Вот он Classic Editor, маленький легкий плагин. Нажимаем установить и активировать. Далее переходим с вами в настройки, написание. И здесь появляется опция от плагина. Редактор по умолчанию для всех пользователей. Классический редактор уже стоит, это он и есть. Разрешить пользователям переключение редактора. Ну не знаю, есть ли у вас там несколько пользователей. То есть есть даже возможность переключать редактор, например, для своих каких-то людей, редакторов, кто вам помогает статьи писать. То есть смотрите, мы просто переходим в записи, добавить новую. И у нас нами любимый редактор возвращается. Итак, как уже саму статью здесь добавлять? Я думаю, показывать смысла нет. Пишите заголовок, добавляете изображение записи вот здесь. Можно вот этот блок переместить даже выше для удобства. Текст самой статьи у нас здесь. Здесь назначаете рубрику. Вы помните, я создавал Joomla, WordPress. Вот они, наши рубрики. Я ставлю видео на паузу и вернусь к вам. Для вас это, естественно, это моментальный переход, когда у меня здесь уже будут какие-то статьи, чтобы уже можно было проверять, как работает поиск, плагин поиска от Elementor Pro. Я добавил буквально по пару записей в две категории. То есть пару записей у меня категория WordPress и пару записей в категорию Joomla. И просто элементарно, как можно проверить поиск. Например, часть заголовка или текста статьи просто вставить в сам поиск, нажать на кнопку поиска и проверить, как это работает. То есть сам поиск отрабатывает абсолютно нормально. То есть он действительно показывает обе статьи, где есть. А у меня в обеих статьях есть название Framework. Вот анонсы статей вылезли. Вот именно видите, вот эта страница, которая сейчас мне показала поиск, она не настроена. То есть это результаты поиска. Ее тоже можно красиво оформить. И сейчас мы займемся этим. А уже только потом, в самом конце, займемся внешним отображением самого поиска, потому что там есть разные варианты. Сейчас вы видите, поиск абсолютно не настроен. Просто я плагин поиска добавил. И вот изначально он выглядит так. А можно сделать, чтобы он выглядел вот так. Вот смотрите, красивая кнопочка лупы. По клику во всплывающем окне, здесь что-то написать и нажать Enter. И поиск тоже будет работать. Чтобы сделать красивую страницу именно под результаты выдачи поиска на вашем сайте, это делается также в шаблонах. Мы с вами переходим в шаблоны. Нажимаем добавить новый. После обновления перевода у нас теперь здесь все на русском. Это все упрощает. Здесь мы выбираем с вами архивы. А вот здесь мы с вами пишем результаты поиска. Нажимаем создать шаблон. Здесь нам показываются шаблоны. То есть это архивов, это часть статьи или это анонсы, так же называют. И результат поиска, он примерно так же выглядит. Он показывает, по сути, в результате выдачи поиска анонсы статей. И дальше человек уже определяется. По своему запросу на сайте он может найти похожие статьи. Потому что статьи могут иметь разные статьи. Один и тот же какой-то ключевой запрос, по которому он ищет на сайте. Поэтому если выплывет несколько вариантов по запросу пользователя, то это должно как-то выглядеть. И вот внешние виды есть. Либо вы можете просто выбрать то, что вам нравится. Например, прямо здесь вставить. Либо нажать крестик и создать, так сказать, свое отображение. Результаты выдачи поиска. То есть для вас уже это похожая ситуация, как мы делали с вами шаблон шапки, да, хедера. И первое, что мы делаем с вами, мы смотрим вот сюда вот на глазик. Кликаем по глазику. Видите, у нас всплывают еще две кнопки. Мы переходим в настройки. Здесь вот настройки. Вот здесь вот сначала основные. Заголовок тут у нас. Результат поиска. Здесь вы можете выбрать опубликовано. И нажимаю обновить. Когда я нажимаю обновить, где вы хотите отображать шаблон? Добавить условия. Здесь важный на самом деле момент. Смотрите, здесь у нас остается включить. А вот здесь мы с вами выбираем результат поиска. Только это все. Нажимаем сохранить и закрыть. Если вы захотите изменить этот параметр, рядом с кнопкой обновить, по маленькой стрелочке кликаем условия отображения. То есть это здесь находится. Если здесь надо будет какие-то правки вносить, в эти настройки публикации легко вернуться. Нам здесь остается лишь разобраться с контентом. То есть как это будет показываться. Мы переходим сюда вот в плагины. Видим здесь, находим заголовок архива и записи архива. Смотрите, заголовок архива можно сюда вот перенести. Результаты поиска для. И сразу я перенесу записи архива. Вот вы видите наши статьи. И это уже отображение, то есть как будет выглядеть результат выдачи поиска. Смотрите, нажмем обновить. То есть вот вы помните, как был результат выдачи поиска. Еще раз попробуем что-то найти. И как стал. Видите? То есть можно управлять видом результата выдачи поиска. Например, если надо в две колонки сделать. Или как-то еще оформить. И вот результат поиска для фреймворк, для вашего ключевого запроса. Нашлось две статьи. По клику по статье уже я перехожу в развернутую статью. Естественно, здесь ничего нет, потому что статья такая неполная. Буквально несколько строк набросал. Об отображении именно раскрытой статьи тоже будут отдельные шаблоны. Также поговорим в следующих видео. И подробнее давайте именно здесь про внешний вид. Во-первых, результат поиска. По карандашку переходим. Здесь как это выглядит будет. H1 текли. По центру результат поиска. Настроек здесь не особо много. Например, вот этот синий цвет. Пускай будет он темный. Результат поиска. Слова вот эти именно. Думаю, здесь уже настроите под себя. Если редактировать именно отображение материалов. Вот карандашик. Переходим. Здесь тоже отображение классический. Карточка. То есть сразу вот здесь показывается категория. Я думаю, это даже интереснее смотрится. Автор с фотографией. Если несколько авторов, это будет актуально. Более детально здесь останавливаться не буду. Именно в настройках отображения. Думаю, здесь ничего сложного нет. То есть что вы хотите, чтобы отображалось в результате поиска на вашем сайте. Там нумерация страниц. Как будет. Потому что много может быть вариантов. Поэтому может быть у нас и нумерация. Вот расширенные. Смотрите, видите. Кажется, мы не можем найти то, что вы искали. Это если человек не может найти на вашем сайте какую-то статью. Например, у вас просто такой статьи нет на сайте. Здесь можно текст задать тот, который вы хотите, чтобы он выглядел. То есть не вот этот по умолчанию, а какой-то ваш собственный. Это меняется здесь. То же самое со стилями. Тоже я здесь подробно не останавливаюсь. Потому что здесь все то же самое. Настройка картинок, заголовков. То, что отображать. Например, вступительный текст не отображает. Дату не отображает. Это все можно манипулировать именно здесь. Я хочу больше заострить внимание, как исключить из результатов поиска то, что не нужно, чтобы вам туда попадало. Это могут быть отдельные страницы на WordPress. Как я уже говорил в начале, это в поиск может вылезти страницы. Например, политика конфиденциальности. Если какие-то слова там совпадали с ключевым запросом человека, который ищет на вашем сайте. В общем, любые страницы. Вот, например, у нас по идее не надо, чтобы она вылазила. Главная страница, если это статичная страница, не должно, чтобы она попадала в поиск. И на самом Elementor нет такой опции, чтобы исключить из результатов поиска те или иные страницы. Поэтому есть только один вариант – воспользоваться бесплатным плагином и отключить то, что не будет попадать в результате поиска. Тогда поиск будет идеально работать, например, если нужно, чтобы поиск работал только по статьям. Давайте я вам этот плагин покажу и установим его сразу. Переходим в консоль. Здесь нажимаем «Обновить». Если вы здесь обновления какие-то применили, не забываем потом выйти в консоль. Плагин добавит новый. Плагин так и называется «Search». «Search» – это поиск «Esclude». То есть исключить из поиска. Вот данный плагин «SearchEsclude». Нажимаем «Установить». Бесплатный плагин. Далее «Активировать». После этого у нас появляется функциональность отключения страниц, любых страниц. Переходим в страницы. Как правило, исключаются у нас это страницы. Например, «О нас» я перехожу. Не обязательно даже переходить в Elementor. Смотрите, у нас вот здесь появляется такой блок, видите, «SearchEsclude». И все, настроек нет, просто ставим птичку, исключаем из поиска страницу у нас «Обновить». Вот так вот просто это делается. Просто нужно будет пройти по всем страницам, по тем страницам, которые надо исключить. Например, главную мы тоже исключаем. Вот так вот «Обновить». Вот и все. И все решается, абсолютно все. Поиск будет работать идеально. Не забывайте про отображение мобильной версии поиска, потому что через телефон тоже могут искать. Но, как правило, вы видите, я ничего не делал, уже смотрится нормально, потому что адаптивный дизайн здесь обалденный в Elementor. Но все равно бывают какие-то, надо делать справочки. Поэтому вы возвращаетесь в шаблоны, опубликованные, вот результаты выдачи, редактировать в Elementor. И просто абсолютно так же переходите в планшет, смотрите, как выглядит, если все нормально выглядит, оставляете. То есть просто здесь, на этом планшете, можно колонками тоже играться. Переходя в настройки, да, вот у нас планшет, например, здесь отображать по две колонки. Но у нас уже по две стоит, скажем, на мобильном устройстве, на телефоне, отображать по одной колонке. Но у нас уже отображается по одной колонке. Вы это видите, вот колонки играется. Можно здесь, просто если я здесь выберу три, видите, как смотрится плохо. Но у нас адаптивный дизайн здесь у Elementor, он такой интуитивный, он сам, по сути, даже выстраивается как надо. Но, как я уже говорил, бывают моменты, когда нужно ручками поправить какие-то элементы на сайте, да, чтобы на мобильных устройствах тоже все нормально смотрелось. Просто не забывайте об этом, что для каждой страницы нужно проверять, как смотрится на мобильном устройстве та или иная страница. Урок получился достаточно большой. Я не успеваю в этом же уроке рассказать. У нас же сам плагин поиска тоже имеет ряд интересных настройок, о которых хочется мне рассказать. Давайте это перенесем на следующее видео. В следующем видео будем говорить только о плагине поиска. Именно о его настройках, о внешнем виде, как отобразить его, как он будет смотреться и так далее. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, вы можете купить его по удобной ссылке. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Купив данный плагин, вы поддерживаете меня. На этом здесь все и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok